Львов Львов – крупнейший город Западной Украины, который на протяжении многовековой истории был научным, культурным и национальным центром региона. В древнейшие времена столица Галыцкого Линского государства, впоследствии административный центр русского воеводства, автономного королевства Галиции и Ладомерии, в 1918 году столица Зуэнер. После вхождения города в состав Польской республики, Львов стал центром одноименного воеводства. Во Второй мировой войне был захвачен сначала советской, а затем немецкой армиями. В послевоенный период отошел к Советскому Союзу. С 1991 года административный центр Львовской области, независимой Украины. Рассматривая всю историю развития Львова, можно увидеть по крайней мере четыре воплощенных в львовской архитектуре периода развития города, которые сформировали его дух. Русская архитектура задает главный тон городу. Ренессансный Львов – город великого торгового пути. Сецессионный – город трех – украинского, польского и еврейского национальных возрождений, а также город украинского и польского национального резистанса. Львов является городом поликультурного наследия. На его византийскую основу наложились польское, немецкое, еврейское, армянское, австрийское, а затем и советское наслоение. Через Львов происходила трансляция европейских веяний. Через него шли на Украину католицизм, протестантизм, контрреформация, хасидизм, франксизм, сионизм. Яйценка. Итак, во Львов я добирался на поезде, поэтому железнодорожный вокзал будет первым местом, о котором я расскажу. Многие туристы, приезжая во Львов на поезде, начинают знакомство с городом с перрона вокзала, который накрыт большой стеклянно-стальной конструкцией, благодаря которой на перроне комфортно находиться в ожидании поезда. Надо заметить, стекло в этой конструкции бронированное. Внутри вокзал ничем интересным не зацепил, поэтому переходим сразу к внешнему виду центрального корпуса и входа в вокзал. Главный корпус вокзала представляет собой купольное сооружение. И, если не знаешь, что это вокзал, то можно подумать, что это какой-то дворец. Хотя некоторые горожане его прям так и называют. Не зря ведь вокзал располагается на Дворцовой площади. Возле ЖД вокзала много вариантов жилья на ночь, где можно остановиться, если вы прибыли во Львов на несколько дней. Здесь расположены как отели, так и несколько хостелов за умеренную плату и с хорошими отзывами. Средняя цена одной ночи, проведенной во Львове, это 40 долларов, если ты хочешь остановиться в отеле. И около 10 долларов, если это хостел. Я же решил остановиться в достаточно необычном месте. Так, времени сейчас 18.20. Я, наконец-то, во Львове. И сейчас поеду поселяться в отель. Но необычный отель. Эти две ночи, пока я во Львове, я проживу их как настоящий заключённый. Надеюсь, это будет интересный опыт. Так что, смотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АЛОВ ПРИЗН Это хостел, выполнен в тюремном стиле. Если вы хотите почувствовать себя настоящим заключённым, то милости прошу. Здесь вы можете остановиться в общем номере или в отдельной комнате. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, первое место, куда я отправился, была газовая лямпа. Или же керосиновая лампа. Если вы не выстоите очередь в мясо и справедливость, тогда идите в газовую лямпу. Хотя туда стоит пойти в любом случае. Это ресторан-музей, посвящён такому изобретению, как керосиновая лампа, которая стала известна в 1853 году. Найдёте ресторан вы на улице Армянской, 20. Рядом будут скульптура Лукасевича за столом с керосиновой лампой. Это один из изобретателей. А если вы поднимите голову, то увидите Яна Зега, выглядывающего из окна. На входе вас встретят и проведут по тёмным коридорам. Кухня здесь украинская. Мясная доска, квашеные овощи, свиная колбаса, сало. Также можно попробовать напитки из пропирок, настойки, медовуху, хреновуху и даже керосиновку. Так как это не просто ресторан, а музей-ресторан, здесь выставлена экспозиция керосиновых ламп. Практически самая большая в Европе. Если вы хотите получить максимальное удовольствие от этого места, тогда приходите сюда ближе к вечеру и поднимайтесь на самый верх. Когда уже стемнело, я направился к самой высокой точке Львова. В парк Высокий замок. В общем, сейчас 11 часов вечера и я пытаюсь подняться на самую высокую точку Львова. Она находится где-то вон там. Надеюсь, к 12 часам ночи смогу дойти. Парк Высокий замок – это одно из самых любимых мест не только туристов, но и самих жителей Львова. Находится он на Замковой горе. Отсюда открывается завораживающий вид на город. А если вы отправитесь сюда ранним утром, то сможете насладиться не только панорамой, но и тишиной, которая добавит романтики. Первые упоминания о Львове в летописях 1256 года связаны как раз с Замковой горой. А парк был обустроен в 19 веке на месте крепости Высокий замок, который являлся оборонительной крепостью и хранилищем оружия. На этом и закончился первый день. Задайте, кто сейчас впереди. Это Димас, блядь. Это Димас, блядь. Димас, сука. Здорово, Димас. Как добрался, Диночка? Отлично. Сколько ты часов заходил? Пять часов. Хорошая сфера. Прилично так. Я думал, ты поближе живешь. Сейчас мы находимся возле костела Святой Елизаветы и Ольги. Это одна из лучших достопримечательностей Львова. Вот такое вот здание. Такой собор сделан в неоготическом стиле. Костел Святой Эльшбеты. Или как его сейчас называют, Костел Святых Ольги и Елизаветы. Первая из святынь, которая встречается посетителям города Львова, путешествующим на поезде на пути от железнодорожного вокзала к центру. С Костелом связано много мифов и легенд, и одна из них о происхождении Костела. Легенда гласит, австро-венгерский император построил Костел в честь трагически погибшей жены. Строительство продолжалось долгих 8 лет, и после завершения город Львов получил настоящие украшения, построенные в неоготическом стиле. С величественными шпилями высотой более 80 метров, которые видно издалека. За свою более чем столетнюю историю, Костел Святой Эльшбеты во Львове подвергался неоднократным разрушениям и разграблениям, как в Первую, так и во Вторую мировую войны. А после прихода советской власти, в здании Костела был устроен склад. И лишь после распада Советского Союза, Костел, присоединившись к украинской греко-католической церкви, получил новое название Святых Ольги и Елизаветы, и новую жизнь, распахнув свои двери для всех верующих. Внутри Костела Святой Эльшбеты преобладает белый цвет, как на стенах, так и на огромных колоннах, с минимальными барельефными узорами. Благодаря большим окнам свет струится по всему храму. Субтитры создавал DimaTorzok Немного прокладавшись, мы пошли в Криевку. Это место находится на площади Рынок. Слава Украине! Проходите вниз, проборусь в пильный ресторан, выехать через бункер. Спасибо. Спасибо. Голоритное место такое. Ресторан Криевка – одно из самых популярных и первых из появившихся тематических заведений во Львове. Оно удобно расположено в самом центре города, а интерьер данного ресторана стилизован под лесную землянку украинской повстанческой армии. Криевка хоть и располагается в самом центре, но найти его и попасть вовнутрь не так уж и просто. Заведение не имеет вывески, указателей, а у входа вас ждет вооруженный боец, который к тому же спрашивает пароль при входе. На обращение «Слава Украине» нужно отвечать «Героям слава», иначе могут и не пустить. Не стоит так рисковать, ведь не попробуйте здешних блюд с очень оригинальными названиями, такими как «Гудбай освободители», «Двухстволки охотничьи», «Увядшее утешение партизанки» и много других. Вот примеры цен и меню этого ресторана. Блюда в ресторане приготовлены по-домашнему и подаются в сковородках, горшочках, на дощечках, а напитки в алюминиевых солдатских кружках. Цены в заведении вполне приемлемы. Заведение прекрасное, вкусно, персонал отзывчивый, атмосферно. В общем, советую всем. Если вы будете находиться в этом районе, во Львове, то обязательно зайдите вот сюда, площадь и рынок. Тут народилась ливьска кава. И обязательно возьмите запаянный кофе. Будет трошки гараж. Ваша кава готова. Зараз вам надо будет подчекать хвилинку, потому что кружка горячая. Потом ложку седаете карамель и смакуете кавой. Кофейня-музей-купальня кавы – это легендарное место во Львове. Здесь даже проводят экскурсии. Кофейня находится на площади рынок и работает до 11 часов вечера. Здесь посетители могут не только попробовать вкусный кофе, но и понаблюдать за процессом добычи его из-под земли и обжарки кофейных зерен. В кофейне более 20 видов кофейных напитков. Средний чек на 2 персоны – около 120 гривен. Львовская ратуша. Ратуша находится в здании городского совета. Чтобы посмотреть на Львов с высоты птичьего полета, вам придется подняться по крутой лестнице, преодолев 408 ступеней. Но когда вы сделаете это, перед вами откроется потрясающий вид на город. Когда будете смотреть на эту красоту, обратите внимание, что в старой части Львова нет ни рекламных щитов, ни перетяжек, которые портят вид. И это просто восхитительно. В общем, следующее место, куда мы идем, называется Реперния под Арсеналом. Здесь прям великолепные ребрышки. Ну так говорят. Сейчас мы это и проверим. Так как мясо справедливости уж очень популярно и зачастую туда очередь, мы решили поискать другое место, чтобы попить пиво и поесть. И вот совсем недалеко от мяса справедливости, буквально в 5 минутах ходьбы, мы наткнулись на Репернию под Арсеналом. Обстановка в этом заведении действительно средневековая. И никаких столовых предметов здесь нет. Нужно есть руками. Однако на стол принесут бумажную скатерть. И вам специальные бумажные жакеты. Фирменное блюдо здесь это ребрышки в меде. Здесь мы можем увидеть их просто на каждом столе. Пиво, картошка. Цены тут ниже, чем в мясе справедливости. И очереди практически нет. К слову, буквально несколько месяцев назад открылось новое заведение, которое находится буквально в нескольких километрах от предыдущего. Приятного аппетита! Львовский оперный театр имени Крушельницкого во Львове. Один из красивейших театров Европы. Наравне с венской и одесской операми. На фасаде здания вы увидите фигуры. Любовь, жизнь, слава, искусство и победа. Внутри есть большой зеркальный холл, украшенный картинами, символизирующими смены года. В зале люстра из драгоценных металлов. А на втором этаже сохранились хоромы императора Франца Иосифа. В театр можно сходить просто на экскурсию, но лучше взять билеты на представление. Вы будете приятны впечатлены. После насыщенного экскурсиями дня отправляйтесь в арт-кафе Мазах, где вас ждет пикантный вечер. Здесь царит атмосфера произведения Леопольда фон Захера Мазоха. Кнуты, наручники и кожаные плети, интересные стулья с перчинкой, развешанные бюстгальтеры и эротические фото. Открыв меню, не пугайтесь и не красните. Блюда и напитки также связаны с данной тематикой. По желанию официант может надеть на вас ошейник или отхлестать плетью. Надеюсь, это видео поможет вам решить, что посмотреть во Львове за три дня. Прогуливаясь по улицам, вы будете чувствовать себя абсолютно счастливым. Ведь здесь столько красивого и интересного, пронизанного историей и тайнами. Всем спасибо за просмотр, всем до скорой встречи.